Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 октября. Вот только что я рассказывала о зимнем хранении, о длительном хранении томатов в подвале. Вот обсуждали комментарии, которые с прошлого года все тянутся и тянутся. До сих пор у меня спрашивают, как столько можно сожрать. Все это, кому интересно, посмотрите предыдущее видео. Сейчас очередной разговор об определенном сорте томатов. То есть о томате банановые ноги. Когда мы с самой весны начали обсуждение этого сорта, вокруг него тоже вот такой ажиотаж. Конечно, вот эта вот очень массовая реклама, вот эта повышенная цена заставила людей думать, что это какой-то супер сорт, чудо сорт. И я тоже не осталась в стороне, решила посадить, вырастить этот сорт. Но так как его можно было только где-то выписать или достать где-то еще. Короче, у нас его я не увидела в магазине. Мне люди добрые прислали. Я выращивала два сорта банановых ног. Ну, одного и того же сорта с разных поставщиков. Один сорт мне Валентина Малерова с Белоруссии аж прислала. Я думала, вдруг у них какие-то другие банановые ноги. А один, вот российская наша жительница России, Мария Приходько, прислала банановые ноги. В этом году я выращивала вот семена, полученные от них. Выращивала, высаживала и в теплице, высаживала и в открытом грунте. А, забыла добавить, в теплице с привязкой колу к веревочке, как на шпалере. Выращивала и на улице, вообще без привязки, где он был в ленивом варианте. Посадила, забыл, я просто посадила. И они потом тянулись и вот так вот туда, ну, свесились. Выращивала в ведре даже. Посмотрела, как в ведре он тоже, кстати, растет. Но в ведре плохо было нынче выращивать, у нас было очень жаркое лето. И ведро требовало ежедневного полива. Там же маленький объем грунта. Вот польешь, например, сегодня утром, и до вечера он уже полностью весь высыхает. Если на следующий день не польешь, я приходила, они листики вот так, у него тоненькие, листики вот такие обвяли, что жару он в ведре переносит плохо. Монгольские карлики почему-то лучше. Но не буду отвлекаться. Этот сорт у меня теперь в каталоге под номером 200. Банановые ноги. Вот что я могу сказать по прошествии целого сезона об этом томате. Ну, конечно, все разделились на две части. Кто-то говорит, что он очень вкусный, хороший. А кто-то говорит, что он как трава и вообще не стоит места занимать, не стоит выращивать, что худший томат. Но то я остановилась посредине. Знаете почему? Потому что вкусом он у меня, да, не поразил. Есть томаты и вкуснее, и все. Но я не могу сказать, что он был трава-травой. Вот моя такая оценка. Обычный томат. Обычный томат. Но, и от него не хочу совсем отказываться, потому что он мне понравился по внешнему виду. Вот эти вот желтые со штрихами, вот эти вот, ну как, пальчиковые вот эти плоды, которые висят. Во-первых, он урожайный, да, его много. И вот когда в теплицу заходишь, он у меня в углу бум. Ну, и вот зеленые листва, и вот эти желтые, 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 как зебрята такие какие-то. Ну, приятные они на вид, конечно, эстетическое наслаждение испытываешь, когда его видишь. У меня вот сейчас такой период настал, что мне не обязательно нанести с томатами. У меня есть, есть какие. Я некоторые томаты оставляю только для того, чтобы вот полюбоваться. Вот заходишь, такой он интересный, прям вот такие они миленькие, и все. Но есть люди, которые говорят, что этот сорт у них вот наивкуснейший получается, что он сладкий, деликатесного вкуса. Вот у нас одна зрительница, Александра, которая, она очень сведуща в этих вопросах. И она сказала, что у нее банановые ноги именно от импортных семян, она их начала высаживать, от иностранных, именно с оригинального сорта. И многие предполагают, что вот эти наши банановые ноги от партнера, это все-таки не тот оригинал, а как бы, ну, как выразиться, подделка под тот сорт, что ли. Вот, конечно, очень бы хотелось вырастить банановые ноги с оригинальных семян, но у нас их, конечно, не продают. Это надо или покупать за границей, или просить, чтобы люди высылали оттуда. Короче, банановые ноги, оказывается, бывают разные. У кого-то они трава травой, у кого-то они наивкуснейшие, деликатесного вкуса. Но люди теперь сами не знают, некоторые, с каких семян они выращивают. Я вот, например, посадила, мне вот, когда прислали, от фирмы партнер была пачка, я бы не сказала, что они у меня были изумительного вкуса. И сначала, когда они в фазе биологической зрелости, то есть наступает, вот, они все пожелтели, они вроде бы спелые. Их начинаешь брать в руку, они на ощупь твердые, и в это время они не очень вкусные. И если они полежат, я вот специально на отлежку их уложила, если они полежат вот длительный период, там, неделю, 10 дней, они становятся чуть-чуть мягче, и они становятся вкуснее. То есть эти томаты, их нельзя прям есть вот с куста, взял и съел, как некоторые. Я вот хожу, например, та же медовая капля, можно походу взять и съесть, насладиться этой сладостью, этим вкусом. Банановые ноги, они не из тех. Сразу ими не насладишься, ну, по крайней мере, тем сортом, который выращивала я, который от партнера. Ну, в принципе, и с Белоруссией такой же был сорт. Вероятно, у меня эти банановые ноги не с оригинального сорта, не с импортного, а вот наши такие российские или там белорусские банановые ноги, вкусом они меня не поразили. И если оценивать уж так вот, вот совсем честно и принципиально, вот из 5 баллов я бы поставила 3, потому что все-таки вкус у томатов, он у нас стоит ведь на первом месте. Красота людям не важна, вот не все такие, как я, достаточно ходить и любоваться. Люди хотят насладиться вкусом, люди хотят, чтобы он был действительно практическое у него применение. Но я скажу честно, я в этом году его не консервировала, у меня не так много, у меня семена были по счету, они были все такие у меня драгоценные. И я вот сколько их посадила, несколько кустиков, я их всех распотрошила на семена, а вот эту мякоть, ну, конечно, я съела. Я пробовала и сразу с куста поела, вот я говорю, что она не очень сладкая. И потом после отлежки поела, они более, как, они приобретают немного вкус и сладость по истечению времени. Но не для длительного хранения, я не знаю, как они, у меня не было столько в таком количестве. Буду испытывать его дальше. Единственное, я скажу, что я вот на полном серьезе считаю, что такая завышенная цена, хоть 100 рублей, хоть даже 80 рублей за пачку, это очень дорого. По моему мнению, это томат обычный, пальчиковый томат. Возможно, он хорош в засолке, возможно, он у кого-то получается более сладким, более вкусным. У меня вот первый опыт такой, и не хороший, и не плохой. Томат середнячок, и красная цена ему такая же, как стоят все остальные томаты. Конечно, у меня сейчас, он будет в каталоге, может любой человек, вот кто мне делает заказ, заказать, выписать банановые ноги, он стоит у меня столько же, сколько остальные томаты. Я его ничем не выделяю из других. Обычный томат, да, оригинальная расцветка, да, он урожайный, у него много плодов, но я его еще не поняла. Для меня банановые ноги загадка. Все, до свидания. У кого есть отзывы о банановых ногах, хорошие или плохие, расскажите, пожалуйста, нам. Или, может быть, кто знает, где можно приобрести семена, именно не наши, не российские, а оригинальные. Вот такие, как я рассказывала о сорте Дилишес, например, в оригинальной пачке, в импортной. Как их можно достать? Буду рада любой информации. Все, до свидания. Продолжение следует...